Все мы немножко разные, и в храм приходят разные люди. Приходят молодые, приходят люди в возрасте. Молодость, она всегда красива. Она красива априори, потому что она молодость. Но у меня наблюдение следующее. Удивительно, что в храме все люди становятся необыкновенно красивыми. Это удивительно. Понимаете, я вот смотрю, вот пожилые бабушки подходят. И вы знаете, я смотрю на них, я любую силу. Красивые они. Что это такое? Что происходит? Может быть потому, что когда человек вообще думает о чем-то хорошем, он становится красивым. Или когда к его сердцу любовь. Или когда в конце концов просто улыбка у него на уста. И как бы было бы действительно прекрасно, если бы мы она не теряли, когда мы выходим из храма. Давайте с сегодняшнего дня не будем иметь вторую жизнь. У нас есть одна жизнь здесь. И мы с вами выйдем сейчас. Вот вы пришли на работу. Вы в алтарь вошли. Для чего? Потому что для чего мы туда пришли? Для того, чтобы радость кому-то нести. А для чего еще? А значит это храм. Ведь храм это несение радости. Это прекрасно. Причем я вам скажу интересную вещь. Совсем не обязательно вот думать радость кому-то. Я вам скажу. Несите радость себе. Если вы хоть раз в жизни, если вы будете приносить радость себе, по-настоящему, поверьте мне, вы тут же начнете ее приносить своему ближнему. Это чудо какое-то. Попробуйте погладьте себя по руке. Элементарно. Вам захочется тут же погладить руку ближнего. Попробуйте, скажите себе. Милый мой. Любимый мой. Вам тут же захочется это сказать другому человеку. Это какое-то, это очень просто. Это какое-то таинство. Сделайте это. Понимаете? И тогда, ну как бы, ну это правильно, потому что у нас в мире приедет перекосы. Понимаете, их не должно быть. Если любить, нельзя любить кого-то. Не бывает так. Любовь это всегда любовь всего. Это любовь всего мира. Нельзя любить одного человека. Не бывает так. Если ты любишь одного по-настоящему, ты любишь весь мир. Ты любишь все. Ты любишь улитку, которая ползет по листику. Ты любишь землю, траву, небо, солнце. Потому что ты любишь одного человека. Вот я хочу, чтобы вы так жили. И там ничто не мешает их жить. Дорогие мои. Вот давайте за это. За такую любовь, за такую жизнь и за такое, вот за такую литургию, которая никогда не заканчивается. А по поводу погладить себя в руке, это вы запомните, это вам пригодится. Спасибо. И я вам скажу, тут же начнет ситуация исправляться, и деньги тут же придут. А это и репетарство. Потому что любое теплое событие, оно притягивает к себе. Оно сразу рождает вокруг себя другие теплые события. Начинается цепная реакция чудесная. Вот. А если я между двух, Юль, я могу желание загадать? Что? Что? Между двух, Юль, можно желание загадать? Да, можно загадывать. Хочу сока. Хочу сока. Есть название. Айс. Да. Ну, коктейль такой вообще. Ну, я сейчас тебе льда сюда накапаю, ладно? Да, накапаю. Насыплю. Насыплю, да. Если умнее. Все пожелания царят скрывать. А вот украинцы говорят, насыпьте чаем. Насыпьте чаем. Так что насыпьте сока, пожалуйста. Кусочек сока можно? Ладно, давай, че есть. Тогда бы началась, ах, если бы взялась моя мечта, Если бы не жизнь была бы песня, Если бы не жизнь была бы песня, Давай, давай. 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 Я не учусь. Айс. 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 Продолжение следует...